Здравствуйте! Это программа Спортсто и я ведущий Дмитрий Марков. Начался спортивный сезон у каратистов. О том, какие спортивные мероприятия запланированы на этот год, нам расскажет гость нашей программы, тренер-преподаватель Дюж Старт Тимур Чанба. Здравствуйте, Тимур! Здравствуйте! А можете немного рассказать, что это за вид спорта и его особенности? Ну, скажем так, это меньше вид спорта, нежели боевое искусство со спортивной составляющей. Зародился он в 50-х годах в Японии как альтернатива бесконтактному карате, которое более всем известно. И отличительная особенность в чем? То есть постановка основная всего тренировочного процесса идет не на спортивный результат, а на совершенствование личности человека, становление характера, его духовной составляющей, силы духа, как таковое то, что часто путают с силой воли, вот, и отменное здоровье. Плюс умение защищаться, защищать своих близких, свою родину, свою жизнь. А в нашем округе когда этот спорт появился? Ну, как спорт, скажем так, он развивается всего три года непосредственно. Я сюда прибыл в 2009 году, сначала сотрудничал с Валерием Викторовичем Оларом, преподавал Кабудо, вот, потом решил все-таки, что коней на переправе не меняют, и пошел дальше все равно по своей линии изначально. А какие спортивные мероприятия проводятся в нашем регионе? В нашем регионе пока на данном этапе никаких не проводится, к сожалению, потому что, ну, очень много факторов, сейчас подробностей не будем вдаваться. В выездные соревнования мы участвуем, но это опять-таки на наших личных началах. Все аттестации, семинары, то есть это все, скажем так, за свой счет, по личной инициативе. А когда были последние соревнования проведены? Соревнования последние были проведены в городе Северодвинске на Кубок Новичка, вот, участвовало два наших спортсмена, в принципе, для первого раза очень неплохо себя показали, учитывая весовую категорию, в которых они выступали. Она из самых больших, там было порядка 30-40 человек, и заняли первую, ну, то есть они в десятку попали. А можете вот немного рассказать о их боях поподробнее? Ну, что там рассказывать, это надо видеть, опять-таки, всю специфику поединка сейчас не передашь. То есть ребята поехали в первый раз на обкатку, до этого не ездили у нас, после летних каникул сами зарабатывали. Ну, ребята молодые, студенты как бы крутятся, вертятся, поехали в Архангельск, аттестовались, получили пояса, которые им дают право участвовать в соревнованиях, потому что они показывают, что у них хоть какая-то есть квалификация. То, что их ногами вперед просто в первую же минуту оттуда не вынесут. В принципе, неплохо выступили. Там, получается, Константин Волков у меня занимается. Он у нас из шести боев выиграл три в свою весовую категорию. Александр Конюков проиграл из пяти боев, проиграл два. То есть, как бы, результат более чем для первого раза. Карате вот идет две ветви, да, я так понимаю? Бесконтактные и контактные. Скажем так, фундаментально карате у нас пошло с окинавы. Боев как таковых в тренировочном процессе там не использовалось в принципе. То есть, это был кота, это формальный комплекс и отработка в парах. То есть, как бы, изначально суть карате — это не нападение, это не увиливание, это избежание контакта. То есть, самая лучшая драка та, которой не было в принципе. То есть, как бы, не стыдно убежать и не стыдно промолчать. То есть, здесь ничего такого нет. И, скажем так, потом, когда все просто думают, что карате появилось у нас в Японии. В Японии оно было завезено с окинавы Гетином Фонакоси, который потом, впоследствии всем известный, ну, создал вид шотокан карате. Шотокан его некоторые называют. Также это кёкусин, кёкусинкан, кёкусинкай. Это, в принципе, одна большая чехарда об одном и том же. Вот. И в 50-х годах появился такой человек, как Маста Цуаяма, основатель стены на кёкусинкай карате. Он этнический кореец, эмигрировал в Японию. Значит, до этого занимался в Корее какими-то видами своих традиционных единых боев. Сейчас об этом подробной информации нет. Но сам факт того, что человека достал на путь боевого искусства уже в Японии, именно в стезю карате, то есть это уже не было голословно, и у него уже какой-никой опыт имелся. Рукопашного боя, в частности, как бы это ни называлось. Вот. И, скажем так, не в противовес. До сих пор бытует такое мнение, что он был таким чересчур новатором. Хотя я считаю, что он, наоборот, великое дело сделал. То есть как бы он вернул боевому искусству его суть. Это бой. То есть как бы надо понимать разницу. Есть поединок, есть бой. Поединок — это что? По единым правилам. То есть есть критерия оценки, отрозрешённая техника, запрещённая техника. Бой кардинально от этого отличает. Там отличается от этого тем, что задача какая? Защити свою жизнь. Вот как бы и всё. А мастерство боя, ну, в моём понимании, я, конечно, только-только, нет предела совершенства. Но для меня это суть мастерства в чём? Это минимум техники, максимум эффекта. Ну и всё. И в последствии ответственность, конечно, за свои действия. Иначе никак. А вот, получается, есть различия? То есть как в кабудо есть показательные выступления в карате? Есть такое? В киокушине, в частности, если вдаваться в подробности, есть у нас, скажем так, то есть соревнования у нас проводятся по двум, скажем там, по двум основным категориям. Это кота, это формальные комплексы, и кумите, это бои. Но у нас ещё практикуется очень сильно такое явление в карате, как тамышевари, это разбивание твёрдых предметов. Перед соревнованиями спортсмен, если у него квалификация, допустим, позволяет выезжать на чемпионат России, стилевая, он должен показать свою квалификацию не техникой карате как таковой, хотя тамышевари это тоже техника карате, но именно показать технику тамышевари. Потому что потом количество разбитых досок в одном из упражнений, ну, сейчас из всех упражнений, ему будут засчитываться как дополнительные баллы при ничьей. Критерии оценки в кёкушинкай карате, там система не по очкам, то есть не подошёл, допустим, сделал техническое действие, заработал. Есть две критерии оценки, это либо нокаут, либо два нокдауна, что приравенится к нокауту. Стиль поединка активно-наступательный, то есть нельзя избегать контакта. Но опять-таки мастерство там судят в чём? Не в количестве ударов, которые он нанёс, а как ты это грамотно сделал, сколько ты при этом сам получил. И если бой идёт, скажем так, без явных преимуществ той-либо другой стороны, то есть смотри именно на дух, на желание человека победить, на желание его выиграть. Когда, извините, две минуты ты рубишься, как бы это грубо не звучало. То есть в конце, когда оба выдохлись, там уже, как говорится, не до высокой красивой техники. Там одна задача — победить, победить, победить. В первую очередь победить себя. Даже в спортивных соревнованиях. То есть человек выходит на татами, он, скажем так, он не дерётся с оппонентом. Он дерётся со всеми теми недостатками, которые этот оппонент полицетворяет. Либо он выше этого, либо ему ещё рано. Значит, иди, тренируйся дальше. А вот что, получить какое-то спортивное звание в этом спорте? Что надо выполнить? Ну, скажем так, как вид спорта, он уже существует с 2005 года. То есть Россия, все знают, ну, обычные. То есть КМС, МС, всё абсолютно присылается. Наравне с другими видами спорта. Также пояса, да? Пояса — это отдельная история, потому что это внутристилевая градация. То есть получается, что человек приходит раз в полгода, ну, на Большой земле. Здесь такой сейчас у нас возможности нету, так как мы, скажем так, немножко в изоляции. То есть проводить здесь аттестацию, это надо вызванивать брончифов, которые курируют северо-западом, южный, южный федеральный, дневно-осточный, центральный Россия. Чтобы они прилетали сюда, проводили семинары. И потом по итогу этих семинаров, по разбору техники, по шлифовке этой техники, человек в конце сдает экзамен. Кю-тест либо дан-тест. Ну, дан-тест у нас раз в году проходит в Чехове. Держат инструктора из Японии, там ребят сдают уже на мастерские степени. То есть вы, получается, выезжаете на сборы, да? Я сейчас, ну, ближайшие три года не выезжаю. У меня родился сын, поэтому, скажем так, приоритеты немножко поменялись. Но ребята по возможности, опять-таки все опирается с финансовым. Само прекрасно дайте, сколько стоят билеты. Люди молодые, скажем так, на ногах не совсем твердо стоят, тем более им надо учиться. И по возможности, как только, так сразу не вырывается. И сколько занимается всего от ребят? Ну, скажем так, ортодоксы, не побоюсь этого слова, у меня есть всего два. То есть это ребята, которые именно точат, точат, точат технику, никогда не пропускают. У них, допустим, три тренировки в неделю они ходят. Пять тренировок в неделю, пускай они с такой интенсивностью, конечно, они тренируются. Потому что в последний период тоже очень важен. Тем более то, что вид спорта такой более атлетичен. То есть в функциональной части, в функциональном тренинге очень много деляется внимания. То есть ребятам надо восстанавливаться. И то есть у них, они никогда не приходят, знаете как, с пустыми глазами, скажем так. У них всегда глаза горят, они одну и ту же технику, допустим, уже там тысячу раз повторили, они еще и три тысячи раз повторят. Потому что киокусинкай, почему на слух-то людям особо не уложиться. То есть всем привыкни к карате. Ну понятно, что карате, что это пустая рука. Бокс это тоже карате, только по-японски, понимаете как. Любой вид рукопашного боя, где в руках нету ничего, по-японски это карате. И не важно, как это назови. Вот. И приходят, занимаются, и как бы, ну они больше для себя. Скажем так, даже не больше ради спорта. То есть им важно именно искусство. То есть им важно именно вот это внутреннее состояние человека, когда он приходит, наступает себе, извините, куда, где у него болит, и работает над этим. И становится лучше каждый раз, делая шаг выше себя. И в качестве. Только в качестве. Через количество повторений. Ну, Тимур, спасибо. Не за что. Это была программа «Спорт 100». И я ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Дмитрий Марков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова